Добрый день! В эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях к этому часу в студии Павел Танин и в этом выпуске. Не хватает угля и за снижением мощности котельной в селе Слатай не работает школа. Горе от тепла с повышением температуры воздуха в Алдане увеличилось число в случаях обморожения. Искусство на морозе в столице республики провели их художественный пленэр. В селе Слатай Среднеколымского района закрыли школу из-за нехватки угля. Отсутствие топлива привело к снижению мощности котельной. Фактическая температура в учебном заведении составляет всего 3-9 градусов тепла. Дети обучаются на дому, учителя производят обход учеников, а задания рассылают по СМС. Но накануне в село доставили уголь, запаса должно хватить на полтора суток. В ближайшее время должны прибыть еще несколько машин с углем. Наканчивается, да, у нас был кризис, но вчера первые две машины приехали. Сегодня ждем 4 машины. 4 это на 3 дня, хватит, нет, это вопрос. Грузятся сейчас мало, грузят мало угля, дороги нету еще, до конца нет сделанной. Поэтому в норму температурный режим не приходит до сих пор. В школе в данный момент один коридор 0 градусов, левое крыло 8 градусов. Это в коридоре, в кабинетах начинается от плюс 3 градусов до плюс 9 градусов. Это и в средней школе, и в начальной школе. Должно быть плюс 18, дети не учатся, они обучаются на дому. Мы следим за ситуацией в Сватайской школе. Об изменениях расскажем в следующих выпусках новостей. Тем временем повышение температуры воздуха в Алданском районе привело к увеличению числа случаев обморожения. Два из них закончились трагически. Травмы большинства поступающих пациентов врачи относят к категории тяжелых. Тему продолжит Татьяна Вахнина. Бульдозерист Андрей Дербин на участок в ближайшем будущем не поедет. Он проходит курс лечения в отделении травматологии. Мужчина получил отморожение обеих стоп. В машине, когда едете, машина должна быть полностью экупирована, хотя бы паяльной лампой. Если она заглохла, вот результат, пожалуйста. Машина заглохла на трассе, когда Андрей ехал домой, отработав очередную смену. В подробности, как все произошло, мужчина не вдается. Молчь, как господи. Холодовые травмы на севере – беда социальная. Примечательно, что рост отморожений наблюдается в период сравнительно небольших морозов, когда погода не располагает к тому, чтобы одеваться максимально теплом. Нередко причиной термических ожогов и переохлаждения становится злоупотребление алкоголем. Большинство отморожений врачи относят к степени тяжелых. Конечно, все отморожения стараемся лечить, чтобы больше сохранить здоровых тканей. Но если есть необходимость, то есть приходят нежить неспособные ткани, конечно, приходится удалять. Зачастую к ампутации приводят поздние обращения в больницу, когда полностью утрачивается чувствительность, а кожа приобретает пугающий черный оттенок. Некроз грозит заражением крови. Врачи категорически запрещают заниматься самолечением. Конечно, ни в коем случае растирать замерзшие области кожных покровов не надо, так как это может больше спровоцировать к повреждениям. Желательно согревающие какие-то, горячий чай, укутаться, то есть согревать, чтобы постепенно согревание шло. На пораженный участок необходимо наложить сухую теплоизолирующую повязку из любых подручных средств, чтобы наступало самосогревание тканей. Теплое питье рекомендовано для терморегуляции организма. Следующим действием должно стать обращение в больницу. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК САХА, Алдан. Между тем, выписки из истории болезни можно будет получить по интернету. Минздрав подготовил и вынес на общественное обсуждение проект соответствующего приказа. Он должен стать следующим шагом в практическом применении новых технологий в здравоохранении страны. Напомним, с нового года вступил в силу закон о телемедицине. Теперь Минздрав последовательно прописывает правила для каждой из открывшихся перспектив. Самое главное, чего ждали от закона и пациенты, и врачи, это возможность дистанционных консультаций. Условия их проведения пока разрабатывают. В удачном вынесли приговор бывшему воспитателю детского сада. Женщина признана виновной в жестоком обращении с воспитанниками. Суд установил, что подсудимая в марте 2017 года, будучи воспитателем детского сада в поселке Айхал, заклеила скотчем рты четырем малолетним детям, воспитанникам учреждения. Подсудимая свою вину признала полностью. Суд приговорил женщину к штрафу с лишением права занимать должности в образовательных организациях сроком на два года. Приговор пока не вступил в законную силу. Якутские художники Морозов не боятся. В минувшие выходные они вышли на улицы старого города, чтобы провести экстремальный пленер. Организовали его сотрудники Национального художественного музея, при котором работает мастерская Art Hall. Тему продолжит Сарглана Захарова. До минус 50 не хватило буквально 5 градусов, но и минус 45 не сказать, что самая комфортная температура для того, чтобы рисовать и находиться на улице длительное время. Но 19 начинающих художников из разных уголков города это никак не испугало. Место для творчества на свежем воздухе выбрали одно из самых живописных – Старый город. Здесь можно увидеть во всей красе купола Преображенской церкви и памятник Петру Бегетову и жилые кварталы столицы. У нас такие морозы прямо с таким туманом, думаю, только в Якутии. И туман, он очень сам по себе красивый, я думаю. Почему не попробовать испытать масляные краски в 50-ти градусный мороз? Чтобы краски не замерзали, вместо воды используют специальный растворитель. Опыт удался. Краска не только не замерзает, но даже норовит растечься по холсту. У меня не замерзает тут специальный растворитель, и нормально ложится. Вот я, может, сильно даже разбавляю, что она подтекает. Она как бы лежит такая, подмерзшая, но растворителем, и нормально ложится. Вот что меня удивляет. Ирина Витальевна о необычном пленэре узнала из мессенджера. До этого рисовала только в детстве. А тут заинтересовалась и решила прийти просто посмотреть. Но на месте для добровольца нашлись и кисти, и холст. Ну, рисовать-то я не умею, но очень интересно, что это такое. Пойду просто посмотрю, как люди будут это делать. А оказалось, что вот есть мольберт для меня. Ну, по крайней мере, это первый опыт. Очень здорово. Испробовать свои силы в творчестве решила и Ирина Кириллина по профессии фельдшер-лаборат, а в свободное от работы время начинающий художник. Для работы на 40-градусном морозе она выбрала один из самых надежных инструментов – постельные краски. Я вот постелью впервые вообще-то пробовала. Пробую вот это рисунок. Нравится мне постель, оказывается, очень хороший. Вот, наверное, в этом погоде только постелью такую погоду, наверное. И постелью только и получится рисунок. Все работы получились весьма атмосферными, ведь помогали художникам настоящий мороз и туман. И теперь даже в самый жаркий летний день от них будет исходить свежесть зимнего утра. Саргалана Захарова, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск. В Якутске планируют начать готовить профессиональных пловцов. Этим всерьез намерен заняться в бассейне «Чалбон». Основной упор сделают на подготовку спортивного резерва и повышение мастерства. Сейчас там решают вопрос комплектования групп – оздоровительных и спортивных. Но, несмотря на грядущие изменения, доступ к массовому плаванию для горожан останется без изменений. По комплектованию групп у нас совместно плавание и настольный теннис будет около 650 детей будет набрано именно в спортивную группу. Кроме того, у нас будут работать и в данный момент работают пять тренеров по оздоровительным плаванию. То есть, то количество детей, которые занимались до Нового года, это все сохраняется. Мы продолжим работу также детей обучению плаванию и оздоровлению. В России отметили Национальный день объятий. В этот праздник принято обнимать своих близких, друзей и даже незнакомцев. Как в Петербурге отметили этот день и что о нем думают жители и гости северной столицы, узнавала Айсена Бурнашова. Национальный день объятий был придуман не так давно. Он родился в 1986 году в США. И именно оттуда он распространился по всему миру. Вместе с нами в этот день обнимаются и другие любвеобильные страны, такие как Германия, Италия, Америка и другие. Мы могли бы сказать, что День объятий уже прочно занял свое место в линейке международных праздников, но оказалось, что нет. Вы знаете о Национальном день? Это сегодня? Да. Я не знаю. Ну, сейчас я знаю. Вы не знаете? Вы не знаете? Нет, я не знаю. Нет? Хаг. Это объятие. Нет? Да. Да. Собя. Россияне в вопросе обнимашек оказались более осведомленными. Я обнимаю, конечно, жену своего, своего друга. Ну, это без праздников и без повода, просто так. Ну, естественно. Чем? Поднимает настроение, безусловно. Радость у каждого человека появляется. Дружба, любовь. Радость, счастье, да. Да. Во время такого дружеского объятия люди обмениваются не только положительными эмоциями, но и неким душевным теплом. Но, конечно, существуют и научные обоснования полезности объятий. Во-первых, они повышают иммунитет. Во-вторых, стимулируют центральную нервную систему. И, в-третьих, объятия повышают в крови уровень гемоглобина, а также другого гормона окситоцина, вызывающего счастье и благожелательное расположение к другим людям. Психологи уверяют, что обниматься нужно как минимум 15 раз в день. Что вы думаете по поводу этого? 15 раз, ну, это много, конечно, но, в принципе, почему нет? Сколько надо, так столько и будет. Проснулся, обнял. Уснул, обнял. Пришел, обнял. На обед, завтрак и ужин. Надо постоянно обнимать людей. Чем больше, тем лучше. А вы в день сколько раз обнимаетесь? Как придется. Давайте и мы с вами сегодня обнимемся. С днем объятий! Сегодня я стала счастливее на несколько дней вперед. И если вы до сих пор не обнялись сидящего рядом с вами человека, советую скорее это сделать. А я пойду обниму и поздравлю с национальным днем объятий своего коллегу Егора. Егор, ну что, давай обнимемся, сегодня же праздник. Нет, ты не хочешь? Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК «Саха», Санкт-Петербург. А вот о чем мы расскажем в вечернем выпуске новостей сегодня в 20.44. Проверка безопасности. Кто охраняет школы в городе Якутске и может ли посторонний человек проникнуть в образовательное учреждение? Смотрите эксперимент наших корреспондентов. Новую дизельную станцию для Березовки собирают в столице республики. «Сахаэнерго» проверит модульный объект, после чего отправит станцию в пункт назначения. В некоторых регионах страны планируют развивать судостроение. Якутия может получить на эти цели деньги из федерального бюджета. А строительством судов займется Жатайский завод. Ну а к этому часу у нас все. Еще больше актуальной информации всегда можете найти на портале nvkonline.ru. Хорошего вам дня и до встречи на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова